Приветствую вас, дорогие мои! Сегодня решила снять для вас видео о том, что находится в моей сумочке. Меня всегда интересовало, каким образом можно оптимизировать пространство в сумке и как сделать так, чтобы носить только нужные, самые нужные вещи, которые действительно пригодятся, когда вы будете вне дома. Итак, сейчас уже вечер и я собираю свою сумочку на завтра. Завтра я буду заниматься озвучиванием кино. Для тех, кто не знает, кто первый раз на моем канале, я педагог по актерскому мастерству, технике, речи и ораторскому искусству. И я актриса, которая озвучивает фильмы. Очень люблю вот такие вот мягкие сумочки, потому что в них много вмещается. Вот этот ремешок навесила отдельно, приобретала его на Алиэкспресс, но думаю, что в принципе вы можете купить где-то еще. Если у вас нет аккаунта на Алиэкспресс, обязательно вожу с собой всегда зонтик, на всякий случай. Погода у нас непредсказуемая. Так, что здесь, что здесь. Здесь уже лежит телефончик и какие-то таблеточки, на всякий случай, если вдруг заболит голова. Часто и долго нахожусь в душных помещениях. Так, что еще? Еще обязательно беру с собой вот такой вот освежитель для полости рта. Бионорма. Ну, в общем, он не очень сильно, почему-то антитабак. Я купила, не знаю почему. Но, вероятно, потому что он не сильно мятный и такой довольно приятный имеет. Аромат нежненький, спокойный. Приобретала его в подружке что-то рублей за 200 с небольшим. В общем, как-то быстро он довольно израсходовался. Какой-то не очень оказался экономный. Но, мне кажется, лучше жвачку пожевать. Обязательно ношу с собой салфеточки мягкие, довольно большие, сухие. Теперь еще кладу сейчас с собой влажные салфеточки. Так, это есть. Вот такой гаджет обязательно с собой беру. Показывала его вам в своем ролике о Тревел Косметичке. Ну, в принципе, их довольно много таких гаджетов. Вот переносной такой аккумулятор со шнуром. Чем он удобен? Если вдруг экстренно разряжается телефон, я могу быть всегда на связи, подключившись к нему. И в течение часа происходит полная стопроцентная зарядка телефона. Поэтому это очень удобно. Всегда беру его с собой и заранее заряжаю его. Кстати, вот, наверное, отложу сейчас. Еще раз проверю, заряжен ли он. Дальше, что кладу с собой? Не очень люблю, когда гремят очень сильно ключи. У меня, конечно, их тут очень много, двух квартир. Но, тем не менее, вот как-то все-таки пытаюсь их утрамбовать и взять с собой в таком вот именно чехольчике, для того, чтобы они сильно не гремели. В сумке собираем все с собой. Так, дальше, дальше, дальше. Что буду брать с собой? Буду брать с собой, естественно, как всегда, наушники, чтобы никому не мешать. Если захочу послушать что-то или посмотреть какие-то ролики. Приготовила для того, чтобы надеть завтра свои часы. Вот видите, у нас уже почти 11 часов вечера. Во время озвучивания, когда я работаю у микрофона, нужен минимум, соответственно, каких-то украшений, которые могли бы греметь. Поэтому беру часы на кожаном ремешочке. Это авторская работа. Часы мне привез муж из Амстердама. Подпись внизу, видите, художницы, которая их создавала. Такие забавные мне показались часы. Очень красивые. Так, их приготовила. Завтра надену. Они лучше всего подходят. Самые тихие не гремят. Что беру еще с собой? Вот такой ежедневничек обязательно беру, для того, чтобы была возможность сделать какие-то записи. Я планирую всегда свой день дальнейший. Стараюсь записать какие-то дела, чтобы не забыть, потому что их просто много. Освобождаю свою голову путем записывания в ежедневнички. Такие штучки мне дарят каждый год новые. Красивые выбирает сама дочка. Поэтому мне они очень нравятся. Спасибо ей огромное. Так, тоже берем с собой. Вот видите, как полезно. Я расскажу вам о том, что в моей сумочке. Заодно соберу все вещи на завтра. Так, давайте продолжим. Вот такой вот портмоне, который обязательно ношу с собой, если беру паспорт. А завтра он мне пригодится для того, чтобы пройти на территорию озвучивающей компании. Тут видите, такая с длинными еще волосами, с пучком, с кудряшками. Но сейчас у меня довольно короткие волосы. Если вы видели мое видео. Делала такую стрижку для того, чтобы поддержать человека, который проходил химиотерапию. Сейчас уже человек выздоравливает. Слава богу. Производят вот такие вот красивые портмоне Фабио Бруно. Это такая итальянская компания. Это натуральная кожа, тисненая. Много офисов по Москве. Очень часто бывают распродажи. Так что такие вещи можно найти у них очень недорого. Хотя они очень качественные, долго живут. Что я еще тут ношу с собой? Ага, тут у меня мои визиточки. Ну, поскольку я педагог, да, как я уже вам сказала, визиточки всегда мне пригождаются. Так, убираем эту красивую штучку тоже в сумку. У меня еще три буквально небольших элемента. Кошелек. Цветные аксессуары часто поднимают мне настроение. К тому же мне нравится, что здесь есть отдел для мелочи. Очень многие кошельки его не имеют. Ну, что я тут ношу? Аптичные карточки всегда рядышком. Ну, в общем-то, кроме аптичных карточек у меня и денег тут ничего нет. То есть я не люблю набивать кошелек какими-то посторонними предметами, так, чтобы они даже рвались или какие-то фотографии. Считаю это неуместным в кошельке. Аксессуары я, в принципе, приобретаю в обычных совершенно магазинах, в бутиках, в каких-то торговых центрах. Напишите, пожалуйста, где приобретаете вы, было бы любопытно узнать. Так, кошелечек убираем. Это обознавательные знаки, да, у этого бренда. Четырехлистный клевер на кнопочке у них. И здесь визитница. Ношу только самое необходимое, если вдруг придется спуститься в метро. Какие-то карточки ресторанов и, может быть, кафе и каких-то бутиков, в которые я часто захожу. Она вот на такой кнопочке. Не люблю носить целую жизнь с собой, поэтому выбираю только самое необходимое. И предпочитаю носить с собой вот такие тоненькие визитницы. Я беру с собой вот такую новую упаковочку Snail Nutrition, сенсия с улиточкой. Показывала вам в своих роликах. Хорошая очень штучка и вот такая вот компания. Лако, в общем, азиатская штучка. Мне нравится и, соответственно, понравится моим друзьям, поэтому подарю ее своей знакомой в студии, в которой еду завтра на озвучивание. Самое интересное, друзья, у нас с вами осталась косметичка. Давайте все откроем и посмотрим, что же там. Может быть, даже что-то сейчас мы с вами вместе оттуда уберем, а может быть, что-то и придется добавить. Давайте по очереди. Что это такое? Это спрей, который я делаю сама с гиалуроновой кислотой. В течение дня я освежаю им лицо. Если кому-то интересно, как я делаю это, посмотрите, пожалуйста, ролик. Оставлю вам ссылочку. Вот он такой маленький. У меня есть такие проблемные суховатые участки на лице, поэтому мне такая вещь очень нужна. Но, видите, уже половинку израсходовала. Следующий крем для рук, конечно же, оставлю. Кафе Мими. Не могу сказать, что очень сильно увлажняет. Достался мне в какой-то коробочке красоты. Гламбек, насколько помню, в первой. Ну, в общем, такой довольно приятный крем, но он, конечно, не сильно увлажняющий, не сильно питательный. Я люблю более универсальные средства. Должна использовать, поэтому ношу с собой. В принципе, формат маленький, поэтому удобно. Видите, какой? Совсем малюсенький. Лип Баттер Демини. Это немецкая компания. Средства данные недавно тестировала и сделала по ним ролик. Кому интересно, посмотрите. Очень мне нравятся эти средства. Очень приятный аромат. Это такой фруктовый бальзамчик для губ. Ну, фактически маслица. Очень здорово увлажняет. У меня часто бывают губы сухими. Особенно после того, как я долго говорю или озвучиваю, например, работаю. Губы очень сильно сохнут. В комплекте вот с такой вот маленькой кисточкой для губ автоматической. Ну, в принципе, просто потому, что руки бывают не очень чистые в течение дня. Поэтому не хотелось бы наносить на губы пальцы. И ношу вот так их в паре. Следующая губная помадка. Охлаждающая. Такая вот. Дип Моист. Вот это как раз очень сильно увлажняющая помадка. Покупала ее в подружке. Очень сильно мятная. Пахнет звездочкой. Но на губах такой аромат не чувствуется. Очень много масел здесь. Ну, она мне очень нравится. Прям явный такой ментоловый эффект на губах. Вот зеркальце, которое я показывала вам в своих покупках с Алиэкспресс. Очень легкое, тоненькое. Ношу обязательно с собой. А дальше, что ношу с собой? Вот такие вот капельки всплеска артелак. Это гиалуроновая кислота, фактически, которая помогает глазкам чувствовать себя спокойнее. Чтобы глаза не были сухими после работы, в течение работы. Бывает очень от яркого света, от компьютера. Устают глазки. Вот такой ношу с собой. Удобно тем, что они с дозатором. Они есть в моем ролике. Даже в двух. В аптечке, насколько я помню. Далее, что мне может потребоваться? Кудру я не беру с собой. Но что я беру с собой всегда, это обязательно консилер под глазки. Вот такой лососевый и вот такой хайлайтер белый. Прям совсем такие кремовые текстуры. Они легкие-легкие. Не дают такой большой блеск, просто дают такое немножечко свечение легкое и какой-то отдохнувший вид, что ли. Это компания Эльф. Есть у меня целый ролик. Оставлю вам ссылочку. Кому интересно, посмотрите. Американская компания Эльф. Заказываю такие средства на iHerb, очень бюджетная и очень хорошее средство, кстати. Помаду не всегда беру с собой. Блеск для губ не всегда беру с собой. Беру с собой вот такие вот лип баттер, а не помада цветные, да, а беру с собой вот такие вот средства для того, чтобы можно было нанести на карандашик сверху. Ну, конкретно это карандашик от Люкс Визаж, да, то есть это белорусская косметика. Привет, Белоруссии! Кто меня смотрит, я знаю, вы смотрите. Это карандашик для губ. Тон 46. Карандашик для губ. Очень красивый оттенок. Абсолютно универсальный. Очень освежает губы. Красивый такой нюдово-розовый цвет. Карандашик супер-супер мягкий, легко точится, не плавится. Ну, просто прелесть. Белоруссии, спасибо вам огромное. Обязательно беру с собой какой-то крем под глаза, увлажнитель. То, что действительно будет занимать немного места, но что будет реально увлажнять. Сейчас у меня крем от черного жемчуга. Такая сыворотка-крем, экстракт, не знаю, названий у него много. Что мне в нем нравится? Вот такой вот шарик. Вы знаете, металл все время прохладный, да, и вот он прекрасно. Она охлаждает кожу под глазами. Использую его просто поверх макияжа для того, чтобы немножечко сделать такую кожу более увлажненной. Чтобы не было никаких гусиных лапок, не дай бог. Ношу с собой вот такой вот гаджет. Это штучка, в которую прекрасно закачиваются любые любимые вами духи. Сейчас у меня там Коко Шанель. Туалетная вода легкая, которую можно обновлять в течение дня. Кому будет интересно, покажу вам, как такими вещами пользоваться. Сам напишите, пожалуйста, я сниму для вас отдельный ролик, как пользоваться разными гаджетами маленькими. Что у меня еще есть с собой? Вот такой экспресс-увлажнитель для всего, в принципе, лица, и в том числе и под глаза, и на какие-то заломочки, которые образуются в течение дня. Вокруг губ. Везде, где могут появиться мимические морщинки. Замечательные лосьончики, ходолаба, очень много о них уже говорила, с гиалуроновой кислотой. Вот такой вот густой гельчик, который наношу прямо поверх макияжа. И моментально исчезают заломы на коже. В магазине подружка мне подарили вот такую мини-версию. Я очень советую вам попробовать. Они у меня в постоянном уходе, в дневном и вечернем. У нас с вами осталось три штучки. Вот такой бальзам-звездочка. Да, вы будете удивлены, но вот эта вещь, конечно, универсальная, просто так пробивает дыхание. Идеально. Если чувствуешь, что как-то нос закладывает, может быть, от пыли или просто от усталости, сосудики немножко расширяются, то буквально несколько вдохов приводит в порядок, мозг прочищается молниеносно. Очень советую вам попробовать такие штучки. Так, так, так. И Mava Pen. Это такой карандашик для кутикулы. Постоянно наношу его с собой, привожу кутикулу в порядок. Сейчас лечу свои ногтики, видите, пока не пользуюсь никаким маникюром. Но стараюсь, чтобы кутикула не пересыхала, что с ней часто случается. Если хочу добавить какого-то блеска на губы, что могу брать с собой? Это Rimmel. Компания Rimmel, вот, Oh My Gloss. Люблю такие прозрачные, абсолютно прозрачные гели для губ. Да, вот такой блеск они дают, живой, настоящий. Могу наносить их, соответственно, без зеркала, вообще-то очень удобно. Так, ну что, проверяем. Все умещается в косметичку. Самое главное теперь, чтобы она закрылась. Да, она закрылась. Ура! Все это убираем. Вот и все. На завтра моя сумочка готова. Осталось только подзарядить этот гаджет, да? И я буду в полном сборе. Пожалуйста, пишите отзывы. Таким образом я ориентируюсь, какие темы для вас интересны. Буду очень рада быть для вас полезной. Всего хорошего вам, удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!